Дома-то есть. Чего ты не взял-то как-то из с собой? А Игнатик, ты главный, кто будет снимать? Я думаю, как я буду идти, ковылять и снимать? А ты такой хорошо сказал, давайте он на одном месте будет стоять и снимать. Я думаю, ну вот так-то я могу, чего не стоять. Я даже не думал, что я в воду полезу. А ты думал, что я полезу, что ли? Я, я вообще не думаю. Так он это, по-моему, все спонтанно сделал. Я вижу, он ходит в дом, я вижу, он думает. Я еще никому не сказал, но когда он начинает вот так, так ты говоришь, так, а почему не он начинает? Говорит, почему нету клево? Удочку мою взял, какой-то закидывает. Ты где эту удочку? У кого взял? Я говорю, ну, в магазине. Чего ты, я купил? Да? Так, раз еще. Раз опять, четвертый метр, хороший удочек, удобный. И такой раз туда запросил, туда прошелся, я думаю, Игнатик еще никогда таким не видел. Что это он? Потом второй, на второй день, он опять. Я думаю, и такой ходит задумчивый. Я думаю, так, он думает. И потом надумал. И сразу чуть беззадум. На 100 килограмм, так точно было. Я думаю, 100 килограмм рыбы сразу, 100 килограмм. Так мы так тянули, что? Да вот вчера. Иглано спонтанно. Мы до обеда просидели, ничего нет, после обеда поели. Собираемся, быстро собрались. Не жил. Не жил. Не жил. Нет, не жил. С берега на берег. Да, ну, нет. До берега было метров по пять, с этой стороны. А они шли, вот так загоняли ветками. Короче, все пригодились. И тут я еще хромой, но снимаю. Все снял. Два раза. И потом увезли. Карасей выбрали, вот такие вот. И увезли в соседний пруд. И засняли, как надо выпусывать. И штук, ну, я говорю, штук 500, Игнатий Иванович, я, чтобы не соврать, 400. Но я думаю, не меньше, чем 500. Ну, полные ведра, вот таких, где-то около трех ведер, ну, 10-литровых полных. Да там. Что там говорить? Давай, да. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сейчас Тавраса подождем, пока подождите. Семь на одного не ждут. И 1 Иоанна, 5 глава, с 1 стиха. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий, родившего, любит и рожденного от Него. Неплохо. Все сектанты молодцы, они все во Христа веруют. Еще раз. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий, родившего, любит и рожденного от Него. Рожденного с большой буквы, и от Него тоже с большой буквы. Ну, во-первых, здесь говорится, если возможно мне сказать, о единодушии, единомыслии говорится. Потому что без этого никто там ничего, никого не будет почитать и так далее. Вот задает вопрос один человек по интернету. Вот Игнатихович не будет, и всем вам крышка, все, сдохните там. Не будет у вас никакого духовного благословения. Ну да, это, конечно, понятно, что Игнатихович лидер духовно, это несомненно. Ну, по-другому быть просто не может. Но, дело все в том, что каждый человек в Церкви Христовой, если это действительно Церковь Христова, он нужный член на своем месте у Господа. И поэтому, если не будет, как говорят сейчас, такого формата, значит должен быть и обязан другой формат. И, как говорили, творцами вот этого праздника должны быть вы сами. Вот. Никто больше не будет. Как Сталин в 42-м году, в августе месяце, в июле месяце выпустил приказ «Ни шагу назад». Почему пришлось ему это выпускать? Он думал, что отступают, отступают войска. Немцы чуть поднажали танки, все побежали. Трусы боятся. И тогда сказано было, все, ну нельзя отступать, все только в ваших руках. Но, в ваших-то руках, ну мы будем смотреть зорко. Ну и что? И теперь, сейчас говорят, что, да, это трусости и по трусости, вот поэтому войска не отступали. Ну там, злопыхатели там любят на Западе. Да дело-то не в этом. Все просто поняли, если уже Сталин так заговорил, великий, могучий, то теперь, ну что, понятно, что у нас трусами считают. И люди вообще, посмотрите, как вывезли Сталинград. А это же было всего через три месяца после того, как он выпустил этот приказ. Три месяца люди преобразились. Начали по-другому себя вести. И Сталинград встали насмерть просто. И победили. А вот до этого отступали, отступали с великими полководцами, Будьонным, там, Ворошиловым и так далее, и так далее. Там перечислять нету, не хватит пальцев. И то же самое и в духовном делании. Да, один наступился, как мы песнопение поем. Идите на смену уставшим бойцам. Не страшитесь преград. Растите, цветите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследие Христа. Ну это как бы про молодежь поется. Но это про нас всех. Как молодежь. Я вот не молодой, допустим. Но я обязан встать на защиту духовного развития дальше. Ты тоже должен, обязан. И тот, кто задает вопрос, задал вопрос, Ты встань сам первым на эту защиту. А в чем заключается защита? Так вот, в том-то и заключается в таких мелочах, что когда начинаешь смотреть и думаешь, Да это ты разве христианское говоришь? Это рано подниматься. Это занятия какие-то. Это толкование. Вы своими словами-то умеете говорить что-нибудь? Или одно писание у вас только. Вот в этом все заключается. В знании Писания. Ну как в знании Писания? Не в знании Писания, а если ты знал Писание и начал молиться, Господь дал тебе веру. Потому что Господь видит твое усердие. И дает тебе веру по этому. Не потому что ты много прочитал чего-то там. И такой прям знаток. Хочу внимание обратить на первую часть этого стиха. «Всякие верующие, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный». То есть не просто ты какого-то Иисуса там веришь, а именно есть Христос. Сквол Христос. Помазанник. Помазанник, то есть от Бога пришедший, то есть Господь его посылал. А помазанник, это еще можно его развить? Через Давида, допустим, даже развить. Как? Давид невзрачный был. То есть он был там последний сыновей. А Самуил именно к нему пришел. Искали там его где-то, он пасет. Пришел и на него возлил. Помазанный. Помазал. Возлил это масло. Показывают в фильме, что вот так льют. Никто точно не знает, как-то мазнуть надо или нет. Он просто раз, по нему прям течет. И он такой довольный. И нас тоже помазают маслом. То есть это понятно, крест, это новозавитно. А тогда вот это помазанный. То есть, а что это значит помазанный? Это значит, что пришел авторитетный человек, это пророк, и сам от Господа возлил тебе это масло, которое Господь ему повелел это сделать. Оно благословлено самим Богом. Вот в чем смысл на весь. И то есть, поэтому Христос стал авторитетным для людей, когда сказали, помазанник Божий. А кто на него возлил мир на Христа? Да никто не возлил. Кто на него возлил-то? Нет возливания? Как нету? А Ян Креститель? О чем он возлил? Он же просто крестил его. А сам-то не крещеный Ян Креститель. Понимаешь? И тут тоже пророк приходит к Давиду, на него масло льет, а себе-то он не берет тут же. Благословение Бога. Дай-ка я тоже помажусь. Ну, я же лью. Вот масло-то у меня. Я могу и на себя плеснуть. И Он не плескает Его. Почему? Ян Креститель почему не крещеный? А кто сказал, что Он крещеный? От меня, если ты не знал. Некрещёный, Он кресток крестил, а сам-то некрещённый. С чего Он будет крещёный Ян Креститель? Он Ян Креститель потому называется, что Он крестил Christian. А не потому, что Он крещеный. Почему они не могли Его окунуть три раза? Я тебе не гипотетически скажу, а по Библии. Я тебе скажу по Библии. Потому что мне, говорит, надлежит умоляться, а ему возрастать. Понимаешь, что делать? Слово ли тебя поправка. И он это не мог сделать. Почему еще? Потому что ученики пришли и жалуются. А там, говорит, Иисус, ученики крестят. И он вот эти слова произносит. То есть, они разошлись после этого, как в море кораблей. И так и говорит Златоуст. Они друг с другом больше не виделись. Все. И Иоанн Креститель свое дело сделал. Он исполнил всякую правду. И Иоанн Креститель говорит, что ты делаешь? Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Понимаешь? И поэтому все места Священного Писания говорят о том, что он был пророк на границе Ветхого и Нового Завета. И будут еще два сразу пророка на границе Страшного Суда, и вот этого конца Нового Завета. Это Енох и Илья. Два пророка Ветхозаветных, которые не вкусили еще смерти, но вкусят смерть для того, чтобы стать примером для евреев, верой в Иисуса Христа, будучи Ветхозаветными. Почему Господь их оставил? Потому что они Ветхозаветные, два. И эти все евреи тоже Ветхозаветные, они Христа не признают. И они придут и будут с ними разговаривать на их языке. Понимаете? Мы тоже Ветхозаветные, но это же Христос. И они докажут им. И как докажут? Своей смертью, как Христос доказал. Понимаете? Их убьют, и вдруг они вознесутся на небеса через три дня. Они будут радоваться, подарки друг другу. И вдруг вознесение. И потом начинается вот эта вот катаклизма. И этот антихрист садится в храме Божьем и называет себя Я Бог. И в этот момент они все осознают, как Бог. Ты же помазанник просто. Ты же пришел в Мессия. Ты же пришел в Израиль спасти для Бога. Богом не может быть человек. Они же не верят, что Богом может быть человек. А когда Он так скажет, и дела, которые Он натворил, и они поймут, и написано, и признают распятого, написано. Вот как все будет-то. Это все выводится вот через Иоанна Крестителя выходим. Потому что он такой был странный пророк. Некрещенный. Но он своей смертью не был. Ну и да. И вообще, когда говорили, что ученики Христова крестили, то они не крестили Духом Святым. У них не было этого еще. Духом Святым. Впервые двадцатая глава Евангелия от Иоанна. Господь пришел и говорит, и то это был только Дух, для того, чтобы Дух отдал. Для того, чтобы они могли покаяние принимать от людей. Да, блин, мысль избежал. Это хорошая мысль, молодец. Пускай она убегает. Там уже голову отключилась. Главное, чтобы про Иоанна Крестителя хотел задать мысль. Главное, чтобы про женщин не задавал. Хотя, может, и про женщин. Ты знаешь, я привык к этому. У нас такой Сергий был. А с ним как начнешь разговаривать, первые где-то десять лет, он мне все. У меня вопрос есть. Давай, какой? Первая корица у меня, ну я уже потом. Седьмая глава. Он такой, да, седьмая. Ну давай. И опять что-то у него то. У него кто-то потом уже. Опять потом уже. Ну вот последний лет пять он уже не задает. То есть уже привык. А он Сергий, да? Сергий. Ну я его Сергий называю, Игнатихович боится. Не надо его. Называй Сережей его. А мне это нравится. Он такой духовный брат, что я его называю, как это, монаха какой-то Сергий. А он принимает нормально. Ну, Сергий Игнатихович, я его Сергея просто называю. Он что-то не видит Сергий. Ну это решили Духом Святым. Помазали. У нас же в этом. Мира помазаний Дух Святой это подается. Правильно? И пришли апостолы. Симон, помнишь, про Симония, эта история про Симона? Да, ну помним, конечно. Это девятая глава. Это что? Апостолы. Они пришли, говорят, они уже были крещены, но Дух Святой не сходил на них. И пришли апостолы, и довершили. Да, да. я возлагал на них руки, они стали апостолами. А в воде они были крещены, а нам крещены. Вот в воде, вот крещение Иоаннова в воде, это что? Это водитель еще как Христу. Что они вкладывали в смысл? Ну он же сказал, крещу, покаяние. Он же сказал, там же все. Покаяние, примирение с Богом было? Да, да. Ну он сказал, чтобы стези там выровнять и так далее. То есть смирить себя пред Господом. А еще, что такое вообще крещение? Это же очищение. Вот это медное море, которое до сих пор не знает, кто там краник стоял, или ведрами черпали, и заходили там обмывались, никто не знает. Вот это медное. Это же очищение. Баптизу, да, это покружение. А по-еврейски как? Что означает? Не знаешь? Крещение? Да, вот это вот. Еврейское. Слушай, это... Там будет войну. Я... и то, и другое. Я читал, конечно, все это, но оно к нам не... У нас крещение, у евреев, это обрезание. А обрезание, по-ихнему, этот... Дробот, это циркона славянская, а у них шейхет. Шейхет. Фамилия шейхет, это обрезатель. Шейхет. Обрезание называется, по-еврейски. А крещение, слово крест русское? Да. Крещение. Крещение. В чем смысл? Изнанотехническое. Ну, там, толкование разного, считает, что крест. Крещение. Хотя, просто написано, крещение, погружение. Опять же, крест. А что такое крест? Крещение по-славянски. Хороший вопрос, да? Крест, орудия казни, что ли? Крест, это жертвенник, на котором принеслась жертва, агнест Божий, который за тебя проливает кровь. И теперь тебе не надо приносить жертвы, только Богу хвалу приноси и покаяние, и все. Господь, он все за тебя сделал. Вот, все жертвы, которые раньше приносили, это прообраз того, как Господь себя принесет жертву. Это, агнест был непорочный, то есть, без греха, как наш Господь. И у него не было ни одного изъяна. То есть, у него ни греха не было, он был полностью чист от всех грехов и вот, главное, от нападок сатаны. И поэтому, сатана, думая, что он приносит жертву Христа, как простого человека, ну, он оказался неправ. Когда он это увидел, то, говорит, увидел открытый врата ада для него, а не для Христа. Для Христа не было, все время было раскрыто. Он вот я увидел, надо точно знать, что сатана не знал, что Иисус Христос Бог. Ни один человек не знал, что Иисус Христос Бог. Первый, кто узнал, что Иисус Христос Бог, это была Пресвятая Богородица. Об этом что говорит? Когда они припали к ногам четверо и мира помазали шли, среди них была Мария, мать Якова, это как раз Богородица. После этого все остальные еще приходили к Нему, она уже не приходила. и толкование Златоуста говорит, почему, обратите внимание, почему ее нету? Матери и нету дальше, что ходят. Сколько Мария Магдалина приходила раз к пещере, где Господа положили? Два. Четыре раза. Все четыре евангелисты говорят об этом. И это все четыре раза она бегала. Богородица что за ней не бегала? Она что, мало своего сына любила? Тебе мамка мало любит? Она за тобой, знаешь, богородица она очень любила Христа. И почему? Златоуст об этом конкретно говорит, потому что она уже сидела и молилась Ему как Богу. И отсюда все началось развиваться. И поэтому женщины прощены сейчас. Женщин вообще прощать нельзя. Она натворила делов-то каких. Адам себе ходил спокойно называл деревья, называл животных, охранял сад, садовником. Что? Нормально было? Господь видит, что лица его не такое. Как у сегодня натихнуть? Что вы с такими лицами работаете? Ну, как бы веселее сделать, то невозможно. Господь неблагословит вас. Так и здесь он видит, Господь лицо. Некому, как говорится, обличать-то некому было. Ну, жалко, сам сотворил его. И теперь дальше. Ну, как бы я антропометрический, подводят человечеству. И он говорит, не нашлось подобного ему. Животных и растения тоже нету таких. А он уже ему сказал, от дерева познания добра и зла, не ешь и так далее. Смертью умрешь. И он ему творит жену. Человек возрадовался, сказал пророчество, да прилепится там. Жена, муж к жене своей будут два, одной плоти. Муж к жене своей прилепится, почему ты так страдаешь? Все время говоришь, то, что ты прилепился-то понимаешь, в чем дело. Для этого только молитва может оторвать. И дальше жена-то что творит? Он ей сразу говорит, не прикасайся и не ешь от него. А Господь не говорил Адаму не прикасайся. Почему он говорит жене своей не прикасайся? А где написано что он ей так говорит? Да там же и написано. Прям тут. Да она говорит по-моему дьяволу. Ну там же третья глава там и написано. Ну конечно она говорит дьяволу. А что, она обманула что ли? Нет, она не обманула. Добавила? Нет, она не добавила. Это он ей так сказал, а она так и сказала. А он почему добавил? Тут уже надо думать. То есть он сразу увидел, что что-то в ней не то. Не такая она. Ну, вы все женщины знаете, но не такая она как мужчина. Это все об этом говорят. Женщина не такая как мужчина. И ее нельзя было первую прощать. Он говорит, и не муж для жены, а жена для мужа. И не муж согрешил, а жена согрешила. И все предало в руки сатаны. Вот в чем дело. А тут прощение. С чего? Да потому что Господь пришел и сказал, благословенная Мария, обрадуйся Марию. Господь с тобой. Он ей сказал, не мужчине сказал, а женщине. Это надо было веками на 5508 году найти Господу святую женщину. Понимаете? Мы говорим даже не просто уже святая, а пресвятая. Потому что это невозможно. Потому что он пришел еще к погибшей в общем Израиле. Да, еще к погибшей овце дома Израилева, а она пресвятая. То есть в нее можно было ему войти. Ну, не будем тут рассуждать, как это? Мы не до этого собрались. А мы верующие просто. И он вошел и родился. Да не может Бог родиться от человека. Не может. Господь все сделал для того, чтобы мы признали его своим. Но его своим не признали. Причем не признали евреи, которым он прям пришел. И тогда он пошел к язычникам, к нам. И теперь мы вот тут сидим и об этом рассуждаем. Для чего? чтобы можно было как можно нам правильней, более прямым путем идти к Господу. Не отклоняясь, не вихляя, помогая другим, а не быть обузой для церкви. Хотя написано, братья, носите немощи друг друга, это понятно. Ну, если ты уже взялся, заорал, не поворачивай назад лица своего. Все уже, иди дальше, поши. А там дальше идут сеятели, сеят за тобой и так далее. Братья должны быть близки друг к другу, духовно, единодушны, единомыслины. Вот. Поэтому мы должны признать, что женщина сонаследница вечной жизни. Они заслужили это. Заслужили смертью Христа, мы это видим, и рождением Христа мы это видим. И дальше, сколько было мучениц и так далее, которые страдали, и девочки маленькие страдали. Ну, были, правда, и мальчики, но девочки маленькие страдали. Там, семь лет, девять, двенадцать, и идут, на костер идут. Ну, не верится. Но нам оставили это наши, наши верующие братья, которые, как могли, донесли до нас все спасение Христово. Но больше всего, конечно, нам сам Господь сказал в Евангелии, написано, слово моим будете спасены, то есть, словом Христа. А это, как бы, нам подпорки, ну, как кострелек у меня здесь, чтобы мы думали, ну, там, чтобы всегда ты не обратились. У нас есть свои жития святых, которые православные составили. Хотя, много там, конечно, православные, Дмитрий Ростовский. Да, там много, конечно, и сказочного такого, но, когда читаешь, и все это с верой, и с местами священного писания, там, ну, вот, кроме монашества, там все попадает точно, вот, мучеников, особенно, монахи, они там прилепляли только к одному, кто к другому. Ну, и монахи тоже есть, делали дела такие интересные, конечно, можно там, кое-что вычитать. Вот мы недавно читали, помните, о преподобном, в Веркопещернике, Три Ани, тоже. Они наизусть же знали, да, писание, там, Евангелие, вот, Пахомеды, это, знаешь, что я хочу сказать, что часто, скорее всего, они просто местами знали священное писание. У них же не было даже свитков, свитки очень дорого стоили, там, пересчитывают, сейчас там, как и менее целое, свиток один, ну, свиток в принципе, писания. Поэтому, там, скорее всего, они объединялись вокруг писания, какого-нибудь, у кого-то писания есть, они объединялись, я так предполагаю просто, но, иначе, как тогда без писания и уверовать, и тогда, или так сказать, тогда вот так они веровали, непонятно, с пятой на десятой. Почему, допустим, в Росе бежит, там, в пустыню, сказано ему было, Арсений Великий, сказано было, не молчанием же спасешься, а если ты идешь к людям, и несешь Слово Божие. Запонятно. Ну все. Не, они допускали идут, мы только посидим немножко. Идите, давай, отбивайтесь. Помоги, пустынам, да. Да, нет, ну вот все. Что, второй стих, давай раздрем? Давай. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога, и соблюдаем заповеди Его. И третье надо прочитать еще. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не чашки. Не тяжки. Что мы любим детей Божьих, ну то есть верующих во Христа, узнаем из того, когда любим Бога, и соблюдаем заповеди. Ну вот у нас тут вот сейчас, как бы такой, сейчас диспут у нас, как бы вот люди есть, которые не хотят признавать наших уставов. Пока. Завтра, ну послезавтра, скорее всего, они приедут, они приедут в уставке. Ну, к крещению готовятся тут. Ну, сами услышите, не гнать и насчет и скажет, то пускай говорит. Ну, мы с ними договорились, они сами будут два на углу. Назвали меня сектантом вместе с Сергеем назвали. Вы сектанты говорит, кто вам дал право вершить этот суд, называть меня верующим или нет? Вы кто такие вообще? Я как ничего не могу сказать тебе. Ну, так. Это называется носить, носите немощи друг другу, сто процентов. Шесть лет уже в храме, в храме Божии ходят. священник там все, с батюшкой там, ну, не знаю, что там. Батюшка сказал, не приставать. Ну, ладно, бачки не приставали. Можно подумать, я приставал. У нас просто полагается так, если кто там рядом с нами, должны ходить в храм, в храм, вы доглашены, выходить на оглашенные, и вы хотите и исполнять уставки.